Здравствуйте! Вы смотрите программу Работа. И сегодня у нас в гостях неожиданные гости, участники группы Ундервуд, Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко. Ребята, здравствуйте! А почему мы неожиданные? Ну, потому что, в принципе, программа Работа, больше разговариваем о работе, поэтому творческие гости, пожалуй, редкость. Хотя творчество, не знаю, можно назвать работой или нет, вот сразу так. Почему же нельзя? Конечно. Когда художника Пикассо спросили, как он работает, и как к нему приходит вдохновение, он честно сказал, что вдохновение приходит и застает меня за работой. То есть, все-таки творчество – это… Безусловно. Работа. Да. Работа. Он обернулся простой такой, и белозубый незнакомый, пригладил волосы рукой, пока еще не светен оскомой. Добрый, добрый, добрый род его нежной-нежной щетиной рыжий касался. Пусть бы был никто, прощай, прощай, родной бесстыжий. Жизнь пила, 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 да, жизнь крыла, спалила. Гагарин, я вас любила, ой, гагарин, я вас любила, ой, гагарин, я вас любила, ой. А сразу хотел спросить, ну, наверное, для себя знаю, что вы оба учились, в принципе, на врачей. Так как получилось, что все-таки музыка, поэзия победила вот это вот врачебное искусство? Да, музыка и поэзия победила, мы учились на врачей, это в творческой среде достаточно распространенное явление. У нас много музыкантов, которые учились на разных факультетах, и патолого-экономических, и педиатрических факультетов из Петербурга, музыканты и другие коллеги. Вот, ну, доктор Чехов, наверное, всему вину, он положил основу к тому, чтобы медицина шагнула в творческую зону, и там уже делала свои волшебные вещи. И поэтому, у нас даже песня есть про Чехова, так что мы спасибо Антону Павловичу. Но в целом-то изначально думали, что будете врачами, или все равно где-то творчество уже начинало побеждать? Я бы копнул глубже. Сначала мы окончили медучилище в доме института, Максим закончил медсестринское отделение, а я фельдшерское. Поэтому мы начинали еще в глубокой юности, когда мечтали стать средними медработниками, а потом докторами уже, конечно, да. В декабре прошлого года, если не ошибаюсь, 21 год вам исполнилось. Blackjack. Соответственно, можно выделить вот за этот период что-то такое, что запомнилось, ну, больше всего. Вот за 21 год, все-таки такое в совершеннолетие. Вспоминаются, наверное, вещи, связанные с началами в творческом пути, с какими-то, знаете, есть такие кадры там, творческих мучений, изысканий, голода. Это все было в нашей жизни. Какие-то булки, какие-то съемные квартиры, какие-то надежды, чая, неожидания. Тогда писались очень неплохие песни. Первые два альбома у нас были насыщены вот таким вот аквамариновым светом, который мы привезли с собой из Крыма. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вспоминаются еще какие-то надломы, изломы. И вспоминаются, конечно, люди, потому что все-таки рок-группа у нас, так сказать, в полном смысле, у нас все игроки и люди, сотрудничающие с нами. Их около 50 всего за всю историю. Это очень ключевые и важные персонажи. И, конечно, мы их очень часто вспоминаем. Кстати, вот приезжая в Ульяновск, мы вспоминаем Илью Шипилова, человека, который был сотрудником на одном из наших альбомов и композитором, с которым у нас сложились прекрасный творческий дел. И у нас еще долго работал Вадим Гуляев, звукорежиссер. Он здравствует в Москве. То есть, о Ульяновске-то не понаслышке знаете? Мы абсолютно любим ваш город уже заочно давно. Но, тем не менее, первый раз. Да, мы должны были приехать в декабре, в ноябре. Но мы пошли другим путем. Приехали к вам в январе. Понятно. Соответственно, я так понимаю, приехали сегодня. Банальнейший вопрос. Понятно, что были уже на радио. Сейчас у нас город. Получится посмотреть? Боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Поскольку мы пока ехали на радио, потом к вам ехали, мы так посмотрели его из окна автомобиля. Он произвел на нас очень хорошее, теплое, доброе впечатление. Но уже темнеет. И нам после вашего эфира пора выдвигаться в клуб и заниматься нашими делами, работой нашей. В целом, вообще, гастроли, посещение различных городов дают возможность познакомиться с культурой как раз других городов, может быть, увидеть людей, какие-то вот такие тонкости подметить? Да, да. Это настоящее музыкальное путешествие. В них есть настоящий поток впечатлений, знаете, проползти на своем музыкальном брюхе родную державу, дорогого стоит. Мы, конечно, и другие имеем гастрольные графики в других странах. Вот сейчас будем ехать, там есть замыслы, лететь через океан. Это тоже приятно. И это тоже музыкальное путешествие. Через океан куда, если не секрет? Соединенные Штаты Америки. Ждут там. Там нас любят и ждут. Мы там культовая группа. Понятно. Соответственно, не мог не спросить по поводу аудиокниги стихов, которую приурочили ко дню рождения. Это первая аудиокнига, но не первая книга со стихами. То есть вот поэзия какую занимает нишу в вашей жизни? Большую занимает нишу. Вообще издание аудиокниг – это довольно милое дело. То есть это дело даже прикольнее, чем выпускать стихотворный сборник. Стихотворный сборник у нас уже третий выпущен. И мы как-то никогда не задумывались о таком факте, как аудиокнига. И тут нас надоумили наши коллеги и сказали, что вот круто было бы сделать. И мы всех своих друзей с приятными тембрами и голосами пригласили для этого проекта. И очень довольны результатом. Потому что и самим не стыдно, и подарить важно людям. И вообще это, мне кажется, суперское дело. А кто поучаствовал в записи аудиокниги? Наши коллеги и творческие партнеры – это Алиса Григорьевичакова, Агния Кузнецова, я девушек сразу сначала, и Светлана Зейналова, и спасибо большое, значит, Доне Гришаева. Огромное спасибо. Дарья Якомасова. Дарья Якомасова. Дарья Якомасова, еще прекрасная с нами была. Алена Бабенко. Алена Бабенко. Причем Алене Бабенко огромное спасибо, потому что мы лично с ней не знакомы, в отличие от плеяды других наших прекрасных участниц. Но и мужчины велики были, Андрей Макаревич, Олег Аркуша, Анатолий Белый, Алексей Богдасаров, Михаил Козырев, Алекс Дубас, Алексей Кортнев, Камил Ларин, ну много, много. Да, это очень приятный был и волнующий проект. Творческие планы. Совсем недавно вышел очередной клип. Дальше планируете что-то снимать? Вот если по клипам будем говорить. Про клипы. Вы знаете, мы пока так вот глубоко не копали, чтобы клиповую историю. Всегда клиповая история занимает много сил, много средств. И это какой-то специальный проект, поскольку вот наш, как это принято говорить, крайний, да? Крайний клип. Вот он занял у нас по работе и по всем договоренностям и по съемкам сколько? Больше года, да? 635 дней или сколько? Да, я посчитал, что порядка 300 дней там ушло для того, чтобы вообще подготовиться и закрыть этот проект. Вот, представляете, то есть гораздо легче, мне кажется, написать несколько новых песен, записать альбом, нежели внедряться в такое непростое дело, как клип. Хотя клипы нужно выпускать, и мы их точно будем делать. Ну, значит, сначала нужно думать над новым материалом, над новым альбомом и скорее думать над песней, на которую можно снять клип. Молчим и курим, курим и молчим. Молчим и курим, курим и молчим Пусть яркий бьет в глаза на стальной лампы свет Пусть враг смеется, пусть надежды снова нет Терпи, товарищ, мотылек в огне свечей Молчим и курим, курим и... Сомненья прочь, теперь мы разведчики В наших сердцах любовь и кузнечики В наших устах автоответчики Будем терпимы и будем неистовы Твой ангел, мой гламурные истины Мы не одни, мы многочисленны Молчим и курим, курим и молчим 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 Пусть где-то сок березовый в лесу весеннем Пьет душа моя Пусть ветер родиной качает топоря Лишь ты, надежда, в сердце пламя нам стучи Молчим и курим, курим и Сомнения прочь, теперь мы разведчики В наших сердцах любовь и кузнечики В наших устах автоответчики Будем терпимы и будем неистовы Твой ангел мой, гламурные истины Мы не одни, мы многочисленны Молчим и курим, курим и молчим 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 Сомнения прочь, теперь мы разведчики В наших сердцах любовь и кузнечики В наших устах автоответчики Будьте терпимы и будьте неистовы Твой ангел мой, гламурные истины Мы уменьшим и чувствуем Мы многочисленны Молчим и курим, курим и молчим Молчим и курим, курим и молчим Ну, в целом, насколько важна вот эта визуализация песни в клипе? Ну, а сейчас без этого никуда, потому что вообще культура стала визуальной. Мы за 15 небольшим лет существования на рынке, конечно, видим, как она менялась. И как из телевизионной картинки мир перевел свой взгляд на новые мониторные. Формы общения и распространения всего и вся. Поэтому визуалистика нарастает. Ну, да, в общем, если даже брать какие-то последние музыкальные тренды, связанные с рэпом, они делают, как правило, очень малобюджетные и находчивые такие работы в видео, то можно сказать, что это абсолютно работающий канал. Ну, там, ноу-нейм артист без лица и без изображения – это, конечно, редкость. Вот, кстати, хотел спросить. Когда вы начинали, я понимаю, что было сложно в плане того, чтобы показать себя, как-то продвинуться, это надо было записывать на кассеты, ходить по студиям, наверное, предлагать их. Сейчас, в принципе, любой человек, который считает, что он достоин, что он имеет какую-то такую творческую жилку, может в интернете в легкую начать себя продвигать. Это вообще хорошо или это все-таки плохо? Это не хорошо и не плохо. Тут нет однозначного ответа. Это и не да, и не нет. Поскольку стало легче продвигать себя благодаря интернету, это, естественно, вполне. Но количество людей, желающих себя продвинуть, выросло в какой-то непостижимой геометрической прогрессии. Если там предположить, что каждую минуту на альбоме выпускается по 3-4, на земле выпускается по 3-4 альбома, наверное, я так фантазирую, то можно просто утонуть в этом океане фонотеки, в этом океане интернет-музыки. Поэтому те, кто себя продвигает через интернет, они должны быть, наверное, какими-то наглыми, нахрапистыми, фриковатыми. Вот, наверное, у них получится. То есть необходимо что-то новое предлагать зрителю, я так понимаю? Да, новые куски мяса, конечно. Которые, как говорится, people have it. Наверное. Про клипы и все-таки продолжая тему. Вот клип «Крым». Наверное, вас часто спрашивают. Все-таки много шума наделала сама песня. И вот в разрезе этого, насколько для вас культура и, наверное, исполнители все-таки должны быть вне политики. То есть я понимаю, что «Крым» — это не политическая песня, не политический клип. Но как-то пытаются подвязать некоторые в интернете. Опять-таки, почитаешь комментарии, страшно становится. Ну, быть в политике или вне политики — это было вкуса, на самом деле. Есть люди, которые очень успешно в политике себя проявляют. Даже известная культовая группа «Дэд Кеннедис» — это был только политическими текстами. С точки зрения текстов и контента это был политический такой вот проект. Поэтому Юрий Шевчук в своих первых альбомах — это был, конечно, такой, ну, так сказать, антисистемный, политизированный автор. Поэтому абсолютно дело вкуса. Другое дело, как ты себя комфортно чувствуешь, где ты можешь сказать какие-то правдивые вещи. И где рождается энергетика, которая у тебя не корежит, и ты не мимикрируешь, а совершаешь какие-то органические шаги. Водельно вся дай семье Правила жизни просты Кто-то носит царплату Кто-то поливает цветы Казалось бы, куда уже проще На все это лириком в общем Скажи мне, чей Крым И я тебе скажу, кто ты Скажи мне, чей Крым И я тебе скажу, кто ты Ну? Что может случиться Когда открываются рты В ток-шоу на кухне При сознании своей правоты И как написал Папа Римский в фейсбуке Не лайкайте в суе Имя господа сунги Но скажи мне, чей Крым И я тебе скажу, кто ты Скажи мне, чей Крым И я тебе скажу, кто ты Хоть дрова не расти Хоть шаром подхади Ты не ешь и не пьешь Ты постишься в сети Но я не грущу На судьбу не ропщу О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Котиком пачку Ты ходишь на выборы И слушаешь группу глисты Они милые парни Я слышал, у них есть хиты Мы разные люди, что и говорить Ты патриотка, а я зашел покурить Но скажи мне, чей Крым? И я тебе скажу, кто ты Скажи мне, чей Крым? И я тебе скажу, кто ты Женщина в доме Грустно стоит у плиты А объявшийся груш Со стервенением крутит болты У нас на двоих огромный IQ Но сегодня вопросы здесь я задаю Скажи мне, чей Крым? И я тебе скажу, кто ты Скажи мне, чей Крым? И я тебе скажу, кто ты Скажи мне, чей Крым? И я тебе скажу, и я тебе скажу И я тебе скажу, кто ты Вот И возвращаясь к концерту в Ульяновске Вот, ну и не только в Ульяновске Вообще в других городах На разогреве, так скажем Выступают какие-то местные группы? Мы стараемся этого не делать Поскольку разогрев это всегда Дополнительная нагрузка на Группу, как бы скажем так Которая выступает после разогревающей То есть это мы имеем дело с одним Тут включаются в дело технические составляющие Скорее вред могут нанести технические составляющие То есть мы имеем дело там с Одними и теми же мониторными системами Колонками, пультом Я вот не знаю, зачем это рассказываю Но когда есть саундчек И звук выстроен А потом приходит другая группа И тоже нужно провести саундчек Вот, как бы Звуковая палитра нарушается И звуковой фэншуй нарушается Поэтому мы стараемся этого не делать Но бывает Изредка Но в целом Вот Отслеживаете какие-то, может быть, молодые группы Которые появляются Как вообще это происходит Приходят ли какие-то группы Говорят, а вот послушайте наши песни Ну да, да, да Это интересно Это кто идет за тобой И как вообще живет та культура В которой ты отражаешься И, конечно, душа болит У нас есть коллективы, с которыми мы, так сказать, дружим Вот Вчера буквально певица Лампочка прислала Новые свои песни Это певица развивающаяся, молодая Она дружит с взрослыми коллективами С группой Звери, например Вот мы с удовольствием ее Как-то встречаем И она хочет сделать какой-то дуэт совместно с нами Ну да, есть группа Системы Станиславского Интересный такой дуэт Который вышел из московского хореографического театра Имени Горького Вот Драматического театра Простите Вот Поэтому Да Да Но это как в основном выстраивается в Москве Или вот в городах тоже То есть Может быть у вас концерт К вам подойдут люди Вообще Насколько вы открыты Вот в этом плане В общении с Ну может не с фанатами, наверное С Так скажем С последователями С теми На кого Ваше творчество Ну Серьезно повлияло В выборе Того же творческого пути Мне кажется Мы очень открытые люди Поэтому Если у человека есть Такая Как по-украински говорят Наснага Да Желание подойти Рассказать о своей музыке Там Дать диск Или там что-нибудь Какой-то музыкальный носитель Чтобы послушать Их музыку Мы всегда за Мы все это отслушиваем Конечно Стараемся все это слушать И делиться впечатлениями Но впечатлениями Соответственно Потом Как-то Человек-то может Получить Какой-то От этого Стар Мне кажется Вы на что-то намекаете У вас группа Нет У меня группы нет Мне просто интересно Как это работает Ну Это не всегда работает Но Это всегда Обогащает Взаимно И тех людей Которые Дарят свой музыкальный материал И Конечно же Нас Ну Ну что ж В принципе-то Наверное Не будем вас задерживать Спасибо за интересную беседу А телезрителям я напоминаю Что сегодня у нас были в гостях Участники группы Андервуд Владимир Ткаченко И Максим Кучеренко Спасибо, ребята Вам удачи Спасибо